так всем привет у нас тут видео небольшое будет про сравнение италии вот этот 500 старенький динамик и хочу их сравнить фазики вот в этом с аудио теми двенашками которые мне которые заказывал на заказ в общем уже открутил такие болты здесь я ими креплю ну обычный под в дерево вкручивается ничего такого сверхсложного вот попробовать его поднять бы не хочет он прилип на руку неудобно сейчас покажу вам в следующую картину очередное сравнение вот они лежат два малыша 2 2 нашечки так на штативчики чтобы хоть как-то можно было ручками крутить так ну что терминальчики у нас начнем с них здесь пружина жестче нажимать сложнее здесь пружина легче то есть здесь терминалах сто процентов более будут держать лучше до одинаковые здесь они болтаются тут они тоже болтаются разницы 0 езжи так ну чё тут у нас разница конечно совершенно колоссальная один феррит другой не один сетка есть у него внутри через которую как у китайцев не фыркает воздух слава богу он немножко внутри пропитан поэтому к нему всякий мусор липнет до сих пор он пропитан столько лет и до сих не высох так смотрим где там катушка видно он нет поймает момент как-нибудь сейчас я свет еще включу может быть будет лучше хочу поймать вам катушку показать вот она блин свет там еще блестит ночью мягенький мягенький четкая чистая блестящая кстати вот этот динамик легче чем вот этот хотя этот неодимовый но потому что здесь металла наверно раза в четыре больше так теперь ноу не им от ох и тут уже прям до утраудио шайба здесь прям прям тугая туговатая туговатая здесь прям на этом мягенькая на этом туговатая здесь хоть я его испачку в этот шпакли блять испачку ладно поехали так сюда можно увидеть наверно чего нибудь можно увидеть нами кое конечно потверже я сначала в сзади вам сравнение просто визуальное сравнение а потом будет спереди так здесь катушку тоже можно увидеть ну вон она видите блестит красивая четкая четвертая катушка блестит здесь конечно техническое отверстие прям дикая насколько это возможно это его мне 75 гдн сверлить печки но такое наверное не снилось дупло хотя в общем никаких сеток нету но вопрос что если туда что-то попадет у меня спросили а попадала ли у тебя когда-нибудь туда что-нибудь я сказал нет ну и думаю никогда не попадет если маленькие дети туда ничего не засунут подводящие довольно таки мощные ну в общем к двенашкам у меня вообще принципе претензий нет посмотрим здесь хочется все-таки доказать что катушка там светлая вот блин не видно его прям вообще мизинчиком можно двигать он вообще лёгенький-лёгенький подводящие здесь более тонкие они еще вдобавок вшиты в шайбу он полегче конечно полегче он прям значительно легче тут кстати пластик сейчас я покажу внутренности вот здесь под катушкой видно да здесь немножечко по-другому катушки конечно кардинально разные совершенно по высоте этот выше где-то визуально на сантиметр этот где-то на сантиметр выше когда его ставишь в мтшку крышка закрывается с трудом этот пониже будет так в общем немножко его испачкал конечно шпакли когда ставил корпус у меня было желание быстрее быстрее послушать не дожидаясь высыхания в общем колпак здесь такой прям твердый прям такой плотный диффузор здесь как стекло как стекло чувствуется и сзади он сказал что он пропитывал мне его для прочности зная насколько я буду в него вливать здесь четвертая катушка фланец у нас получается 16 катушка 17 4 дюйма намотана также как и восемнашки на тот же каркас двухсторонняя однослойная обычная медь не ребро никаких других приколов нет здесь у нас катушка алюма медь по моему 2 5 дюйма не помню что намотана вообще диффузор прям кажется как будто тоненькая бумажка колпачок тоже тоненькая бумажка очень легко он относительно этого но хотя сейчас они уже до подразумевался вот этот вот крепыш но он все равно потуже ходит потуже хотя заявлено что он вообще не но он как как потуже надо просто грамм сюда ложишь он уже двигается здесь тоже здесь подвес у нас пропитан чем-то тканевой тоже раз два три волны ткань три волны липкая можно послушать на качество вообще претензий нет 0 претензий по качеству не просвечивается никак здесь у нас две волны ткань пропитана но не липкая не липкая просвечивать сложно по идее нет не просвечивается в этих час я гляну на свет скажу точно нет не просвечивается посмотрю на эту тоже нет не просвечиваются оба то есть плотность у них наверно хорошая здесь колпак всех удивляет почему он такой морщинистый не знаю спросите у юра вот вот визуально посмотрели что это за херня такая да здорово сейчас будем слушать ученых смотреть-то совершенно разные динамики с разных миров с разных вселенной сразу для разных задач это у нас хороший такой басовик который играет высоко довольно таки это у нас исключительно мидбас который высоко не сможет сыграть никогда у него ход меньше даже чем у этого вот маленький чтобы катушка была в зазоре туда можно залезть рукой прям практически полностью можно там пошурудить отсюда даже если честно вот так криво сделать не видать катушку он да ну катушка ли целая да я в него давал до посинения давал до такой степени что у меня крышка на мтшке была горячая от где-то вот сантиметра три у меня вот так вот крышка на нем и она прям вот в этом месте прям вот прям вот так вот по кругу была просто горячущая то есть в него я давал как бы немало но тут стали очень много стали высокий керн здесь охлаждение просто неимоверное динамик сделан для только для рупора исключительно чтобы уничтожать просто откала шматить нафиг в пространстве пространстве и времени много малюсеньких таких шайб неодимовых просто первый раз держу в руках неодимовый динамик который тяжелее ферритового по схожей структуре и по схожим параметрам все раз на клеммы посмотрите но это ли ведомый смысл нету показывать никому хороший динамик клеммы здесь разительно лучше прям на голову тут тоже есть технические отверстия можно глянуть но вам ничего не надо светить чем-то ладно так погнали слушать так а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сетку заневает Субтитры сделал DimaTorzok